С каждым годом количество браков как в России, так и в Чувашии снижается. По статистике на два брака приходится один развод. В чем причина сложившейся ситуации, узнавала Дарина Игнатьева. Юноши и девушки, рожденные в начале 90-х. Именно они сегодня по возрасту готовы создать семью. Но в то непростое время потенциальные родители испытывали столько проблем, что решение родить ребенка откладывалось большинством молодых. Спустя время заговорили о так называемой демографической яме. Как раз из-за нее в 2000-х годах пришлось сокращать количество первых классов. В 2010-х облегчать прием в высшие учебные заведения. Но даже с учетом естественного фактора количество разводов остается большим. 2200 браков на 1800 разводов. Такова статистика прошлого года только по Чебоксарам. По статистике идет, конечно, первая причина – это материальное положение. Отсутствие совместного жилья. И только потом идут другие причины – алкоголизм, наркомания и неверность супругов. Как отмечает специалист, браки рушат не сам квартирный вопрос, а необходимость жить под одной крышей с близкими родственниками. Наличие третьего человека в отношениях – уже плохой сигнал. Конечно, если этот человек – непрофессиональный психолог. Тут действительно могут помочь и психологи. Некоторые разводятся, даже не объяснившись перед друг другом. Костер надо тушить в зародыши. Как его затушить, если люди не садятся и не разговаривают? Почему человек просто не может сказать другому человеку, что мне не нравится в тебе то-то, то-то? Ты это можешь изменить? А может быть, правда может? Не все знают, но государственный семейный психолог готов сопровождать супругов с момента решения заключения брака. Обратиться за консультацией можно и в ситуации, когда семья находится на грани распада. Буквально недавно, хочу сказать, был молодой человек, пришел разводиться. И он сказал, что я уже устал от того, что жена меня просто замучила своими требованиями. После моей беседы молодые люди просто были удивлены тому, что у них развод мог бы состояться из-за какой-то мелочи. То есть они это поняли и брак мы сохранили. Этот случай далеко не единственный. Поэтому не стоит принимать поспешных решений. А вдруг они окажутся неверными и жалеть о них придется всю оставшуюся жизнь. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаммедов, Республика.